Всероссийская научно-практическая конференция, 57-я ежегодная сессия российского кардиологического научно-производственного комплекса, проходила 31 мая и 1 июня в стенах кардиоцентра. Нынешняя сессия прошла под девизом «Кардиология 2017 – лечить не болезнь, а больного». По словам сопредседателя Оркомитета конференции и члена корреспондента РАН Сергея Анатольевича Бойцова, это необходимое возвращение к старым принципам на новой основе. В программе пленарного заседания, которая открыла конференцию, нашли отражение важной проблемы, влияющей на уровень смертности населения в нашей стране, который, хотя и снижается, по-прежнему остается очень высоким по сравнению не только с западными, но и с восточноевропейскими странами. Для кардиологов главными проблемами сегодня являются артериальная гипертония, сердечная недостаточность и показания для коронарного шунтирования. Артериальная гипертензия – это фактор риска номер один, причем независимый фактор риска. Это касается и мужчин, и касается женщин. Для мужчин еще очень значимым является курение, а для женщин повышен уровень холестерина, дислепидемия и атеросклероз. И речь идет о том, что управление смертностью в стране возможно главным образом посредством контроля вот этих двух факторов риска у мужчин и двух факторов риска у женщин. Эффективность лечения артериальной гипертонии у женщин существенно возросла в течение последних 15 примерно лет, хуже ситуации у мужчин. И этому сильно мешает резкий рост ожирения среди мужчин, которые имеют место в течение последних 20 лет, оно выросло, ожирение по распространенности в три раза. Сейчас обладает каждый терапевт, каждый кардиолог необходимым набором самых эффективных, мощных антигипердензивных средств. Сейчас практически уже нет неуправляемой артериальной гипертонией. И сейчас есть практически полная возможность избежать гипертонических кризов, но их по-прежнему много. Примерно 15-16 процентов вызовов скорой помощи по-прежнему гипертонические кризы. По-прежнему сохраняется понятие курсовое лечение. По-прежнему сохраняется, правда, в меньшей степени понятие рабочее давление. Например, мое рабочее давление 160. Почему 160? Потому что мне так легко его контролировать на таком уровне, я себя хорошо чувствую. 8 миллионов по эпидемиологическим данным пациентов в нашей стране имеют сердечную недостаточность. При этом в качестве диагноза на позиции номер один в силу специфики кодирования никогда эта позиция не обозначена. И поэтому в том числе врачи плохо видят сердечную недостаточность. Плюс ко всему не очень хорошо умеют распознавать симптомы. Не в достаточной степени часто используют эхокардиографию и лабораторные методы диагностики. Например, НТПРОБНП, что пока дороговато. для большинства поликлиник. Ну и, наконец, третий блок – это коронарное шунтирование. Коронарное шунтирование – это по-прежнему очень актуальный и эффективный способ ревускулиризации миокарда. И несмотря на досужие рассуждения 10-15 летней давности, что стентирование скоро вытеснит данный метод лечения, сейчас тенденция, наоборот, относительно возрастания данного метода. Поскольку надо признать, что коронарное шунтирование, вернее, стентирование у нас нередко бывает ни избыточным, ни по показаниям. Надо признать, что при сахарном диабете шунтирование, безусловно, более эффективно, у пожилых пациентов более эффективно и очень эффективно, конечно, при так называемой коморбидной ситуации. То, что является сегодня, ну скажем так, основной тематикой нашей конференции. В рамках конференции состоялось совещание профильной комиссии по кардиологии с участием главных нештатных специалистов Минздрава в области кардиологии.